На часах начала второго, и да, это действительно программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметалин, со своим особым мнением. Сегодня в нашей студии юрист Ян Чеботарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый. На сайте «Экатерова.ру» есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, вы заранее можете узнать, кто будет в гостях, в «Особом мнении». Если у вас есть вопрос, вы можете его задать. Парочка вопросов вам, Ян Евгеньевич, поступила. Сразу их озвучу. Во-первых, Олег интересуется, занимаетесь ли вы защитой прав потребителей? Приходится. На руках, продолжает Олег, есть решение суда, а приставы не могут исполнить его уже год. Фирмы не работают, которые претензии не предъявлены. Несет ли ответственность директор? Ну, директор... Насколько я понимаю, тут малая информация, да? Ну, по большому счету, ситуация, которую озвучивает... В общем, все так, да. Да, можно. Ситуация, которую озвучивает слушатель, часто встречается. Бывают действительно судебные решения, которые не исполняются годами, и зачастую это происходит не потому, что бездействует служба судебных приставов. Напротив, весьма активно противодействует исполнению такого решения суда либо директор, либо учредитель должника. А каким образом противодействует это? Ну, фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей вещь не особо дорогая, и в случае возникновения каких-то имущественных рисков для подобного рода предприятия, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, в современной действительности гораздо легче создать новую. И очень часто встречается ситуация, как раз связанная именно с этим, когда недобросовестные должники выводят активы из фирмы-должника и вливают эти активы в какую-то новую, не обремененную долгами структуру. Часто с очень похожим названием. Ну, да. Либо плюсик добавляют, либо что-то еще. Бороться с этим, безусловно, надо. Другой вопрос, что это весьма тяжело. Да. Здесь успех или неуспех противодействия подобного рода злоупотреблению правом во многом зависит от любознательности и активности как раз службы судебных приставов, с тем, чтобы получить ту информацию, на основании которой можно сделать выводы о наличии в действиях руководителя фирмы-должника такого состава преступления, как злостное уклонение от повышения кредиторской задолженности. Причем что? Порекомендовать человеку-то? Взаимодействовать с приставами, собирать информацию, да. Отталкивать? Можно подталкивать, да. Можно писать жалобы, писать заявления в органы правопорядка, в частности, в ту же полицию, в отдел по гребе с экономическими преступлениями. Пытаться что-то сделать. Вот. Насколько знаю я, подобного рода состав очень, безусловно, тяжел в доказывании, но под лежачий камень в воде не течет. Соответственно, если не делать ничего, то, безусловно, такой должник сам с собой не рассчитается никогда. Про работу судебных приставов мы чуть позже еще поговорим. Есть у вас занятная история, пожалуйста, Кетхим Мегинича. Да. Но перед этим озвучу еще один вопрос тоже на нашем сайте. Стоит ли уплачивать пенни по взносам на капитальный ремонт? В квитанции за март сразу выставлены пенни. Разве это правильно? Не подписался, правда, человек, который... Ну, здесь зависит ситуация от чего. Если в квитанции за март месяц выставлены пенни за февраль, за январь, ну, безусловно, конечно, оплачивать подобного рода пенни надо. Необходимо в силу закона. В то же время я очень часто сам сталкивался с ситуацией, когда, получая первую платежку за капитальный ремонт, я сам, кстати, в своей увидел, что фонд капитального ремонта выставил мне как собственнику недвижимости пенни в первой же платежке за ровно тот же месяц, за который вот эта сумма и была насчитана. То есть, примерно так, как наш слушатель озвучивает. То есть, в квитанции за март указаны пенни за март. Это, безусловно, неправильно. Существует норма статьи 155 ЖК РФ, которая говорит о том, что все коммунальные платежи оплаты за капитальный ремонт приравниваются у нас к коммунальным платежам, подлежат оплате в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным. То есть, грубо говоря, до 1 числа апреля месяца фонд капитального ремонта, либо управляющая компания должна представить жильцу, собственнику соответствующие платежные документы, требования об оплате каких-то сумм. И у гражданина есть срок до 10 числа апреля месяца включительно, с тем, чтобы уплатить следуемую сумму. Если он такую обязанность своевременно не исполняет, то в следующие расчетные периоды, то есть на следующий месяц, и управляющая компания, и фонд капитального ремонта вправе выставить соответствующую сумму пеней. Очень часто бывает ситуация, когда либо сотрудники какого-то учреждения, фонда, организации, даже налоговой инспекции, не успевают в установленный законом срок, а этот срок достаточно сокращен, выставить требования, квитанции об оплате, и их программы, которые в большей части несовершенны, и об этом мы ранее уже говорили. Компитерное обеспечение вы имеете в виду? Да, да, да. Где-то, может быть, слишком сотрудники загружены с тем, чтобы разбираться с каждым конкретным случаем, но бывают случаи, когда собственную нерасторопенность наши чиновники пытаются переложить на плечи граждан. Соответственно, в каждом случае нужно разбираться отдельно. Если в квитанции за март выставлены пенни за март же, безусловно, эту сумму оплачивать не надо. Но платить-то в любом случае? Безусловно, просто вы же можете оплатить, смотрите, вы же можете оплатить частично эту квитанцию. То есть выставлена сумма, например, 1000 рублей, и из нее вы не оспариваете, например, 999. Кто мешает вам заплатить ровно 999 рублей, то есть ту сумму, с которой вы сами согласны? С тем, чтобы никто, ни управляющий компанией, ни фонд капитального ремонта, ни налоговой инспекции в последующем не обращался в суд с взысканием с вас суммы долга. Если кто-то попытается взыскать с гражданина какую-то неустойку, штраф, пение и так далее, то тогда уже этот государственный орган, этот фонд пенсионный, капитальный ремонт, какой угодно другой, должен будет доказать в свою очередь, что он своевременно выставил соответствующую квитанцию платежному гражданину, а гражданин в нарушении норм 155 ст. жилищного кодекса не своевременно эти суммы оплатил. Но это невозможно сделать. Мне почему-то кажется, что основная масса плательщиков добросовестна все-таки. Зачастую, да. Вносят деньги, не придираясь. Не особенно разбираясь. Не особенно разбираясь. Это тоже часто встречающийся случай, потому что ради 10, 15, 20, 50 рублей граждане у нас стараются в суд не беспокоить. Да, и не поднимать панику. Ну да. Хорошо, сейчас к детям судебных приставов хочу вернуться. Я поясню, Ян Евгеньевич активно информирует в сети о некоторых своих интересных и неоднозначных делах, я имею в виду юридическая практика. И вот совсем недавно в вашем фейсбуке, да и потом в ваших блогах разместили информацию об этом интересном деле. Ситуация занятная, но печальная, конечно же. Ситуация, в которой может оказаться любой витязан, да, получается. Вы написали о том, что судебные приставы взыскали 550 тысяч рублей не с того с человека. Не с того с человека. Да, в декабре, точнее... Подробности истории, как развивается ситуация? 25-го, дай бог памяти, декабря 2015-го года, то есть накануне новогодних праздников, с банковского счета гражданина Кировчанина, служба судебных приставов списала денежные средства. Только относительно недавно удалось добиться внятного ответа с помощью прокуратуры, обращений, службы судебных приставов. Выяснилось, что да, действительно имеет место быть ошибка. Деньги были списаны с банковских счетов неверно. Должником является совершенно другой гражданин, имеющий похожую фамилию. Однофамилец? Однофамилец. Однофамилец, да. У него другое имя, другое отчество, другое год рождения, другое адрес. Приставы объясняют тем, что у них, в силу того, что мы живем в 21 веке, служба весьма компьютеризированная. Когда поступает исполнительный лист на исполнение, девочки, мальчики, специалисты по приему сами на первом же этапе, забивают в единую компьютерную базу должника с использованием... И ничего, что там лица у других? Сейчас объясню. На самом деле это не руками перебивается, просто из, грубо говоря, базы данных МВД, ИЦУВД, переносится строчка в базу данных службы судебных приставов. По большому счету имела место быть техническая ошибка на самом первом этапе. Для меня непонятно, как получилось, что ни на этапе издания постановления о возбуждении исполнительного производства, ни на этапе направления в банке требований о списании, ни на этапе информирования гражданина о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Судебный пристав исполнителя, занимающийся непосредственно достаточно важной работой, не удосужился проверить, насколько правомерно он выносит эти постановления. То есть получается, что непосредственно с документами, это судебный пристав по большому счету и не работает. Трагизм всей ситуации, некоторый, на мой взгляд, сводится к чему? Деньги со счета гражданина были списаны и очень оперативно перечислены в пользу взыскателя. В настоящий момент служба судебных приставов предлагала пострадавшему обращаться в самостоятельном порядке с иском к тому лицу, кто эти деньги получил. Тут есть одна сложность. Получателем является предприятие, находящееся в процедуре банкротства. Понятно, что взыскать обычным порядком с такого предприятия, которое деньги... То есть предприятие уже эти деньги тратит на деньги? Все уже. А, уже потратили, чтобы рассчитаться. Да. Вот. Поэтому мы пошли, как нам кажется, по самому правильному пути. Мы отправили в суд заявление о признании действий судебного пристава, подписавшего постановление о производстве списания с счета в банке у гражданина пострадавшего денег незаконными. И в последующем планируем обращение еще с одним иском к казне Российской Федерации в лице главного управления службы судебных приставов, который является распорядителем бюджетных средств, и иска о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями конкретного чиновника. То есть, попросту говоря, вы добиваетесь того, чтобы казна государства... Ответила за безалаберность своего сотрудника. Сотрудника службы судебных приставов, соответственно. Ну, они тоже люди, они тоже ошибаются. Другой вопрос, что за ошибки простого человека отвечает он сам. За ошибки, например, моего работника, моего служащего отвечает я как работодатель. Соответственно, служба судебных приставов Российской Федерации за ошибки своего работника точно так же должна ответить сама. Это первый такой случай в нашем городе? В вашей практике? Ну, попытки, попытки. А ни такого не было? Ну, вот смотрите, вот настолько вопиющего, конечно, не встречалось у меня во всяком случае. Бывало, бывало, что приставы допускают ошибки, совершают не совсем правомерные действия. Однако, другого слова, нежели как разглядяйство, вот в этом случае я просто не могу подобрать. Или, может быть, не знаю, стоит предположить, что, возможно, такие случаи и ранее были, но не получили какой-то огласки. Может быть, допускаю и такое, хотя, честно говоря, если бы такие случаи встречались ранее, руководство службы судебных приставов, которое мне представляется весьма вменяемым, провело бы определенную разъяснительную работу среди своих сотрудников с целью недопущения повторения впредь подобного. Согласитесь, что это такой сомнительный подарок для человека в предновогодние праздники. Сроки, когда должны быть ответы на поданные вами заявления? Да. Значит, я рассчитываю, что рассмотрение нашего заявления, которое подано и поступило в суд, состоится в течение последних двух недель. Где-то рассчитываю, что до, может быть, даже майских праздников что-то будет уже известно. Ну, это важно. Действительно, еще раз повторюсь, такую ситуацию абсолютно каждый из нас может оказаться, и то, как будет продолжаться это дело, ждем от вас, в общем, новостей. Судебные приставы. Держите ухвостро в отношении них, я имею в виду, тех, кто попал в поле зрения судебных приставов. Ну, вот, как выяснилось, тоже из написанного вами, еще и с налоговиками нужно как-то осторожными быть. Еще одна история, описанная на днях, да, вами, о том, что вы пришли в налоговую, не стали давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Я помню, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких, согласно этой статье. Но налоговики вас просто не отпустили, вас и вашего клиента. Да, нас уведомили, что 28 апреля по факту неправомерного, как считает инспектор отказа в даче показаний, будет составляться акт, и в последующем материалы отправятся непосредственно в суд для наложения на гражданина административного взыскания в сумме до 3000 рублей. Тут, ну, с одной стороны, мне бы хотелось рассказать нашим слушателям, что 51-я статья Конституции не есть универсальное оружие, она не позволяет... Не есть панацея от всего, да? Тут, смотрите, в чем проблема в понимании данной нормы, как у государственных служащих, чиновников, правоохранителей, так и у граждан. Одни считают о том, что 51-я статья Конституции вообще применяться не должна, она крайне вредна всегда. Что органы правопорядка, полиции, следствия, суда зачастую, налоговые инспекции, да какие угодно, всегда пытаются выяснять, почему тот или иной гражданин отказывается давать те показания, которые указанным государственным органам представляются весьма существенными и важными. С другой стороны, граждане очень часто необоснованно ссылаются на 51-ю статью Конституции, даже в тех случаях, когда она объективно не может быть применена. Ведь 51-я статья Конституции говорит о чем? О том, что гражданин вправе отказаться от дачи любых объяснений, любых показаний в отношении себя лично. То есть, пример самый простой. Если меня кто-то будет спрашивать о чем-то, что никаким образом не может касаться меня, каким образом я смогу сослаться на 51-ю статью Конституции? В этом случае, наверное, подобного рода отказ будет являться неправомерным. Если человеку задается вопрос, касающийся напрямую его работы, его деятельности, его жизни, уровня его доходов, его образования, реальном месте его проживания, видах деятельности, которыми он занимается. Ответы на подобного рода вопросы, безусловно, могут использоваться прямо либо косвенно вопреки интересам самого человека. В отношении этих вопросов в применении статьи 51-й отказ отвечать на них является абсолютно правомерным. Но ситуация интересна именно почему. Почему? Потому что, к сожалению, в последнее время тенденция имеет место быть и налоговая, может быть, в связи с критическими явлениями в экономике проявляет излишнее рвение. Ну и, безусловно, нормы Конституции, которые ограничивают права чиновников, являются притчей во языцах и наверняка не заслуживают ни единого доброго слова в устах этих же чиновников. Поэтому подобного рода борьба мне представляется весьма понятной, в то же время и важной для простого гражданина, для огромного большинства наших с вами горожан, да и всей России, да и всех граждан Российской Федерации в целом. Интересно, как подобного рода дело, если такое дойдет до суда, будет рассмотрено судом. Ну, конец апреля, мы услышали, да, да, когда тоже получим информацию непосредственно от вас. Да, да, информируем. Напомню, что особое мнение сегодня юриста Яна Чемтарева, еще хочется на юридическую тему поговорить, речь идет о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Мне лично еще интерес поговорить об этом, потому что в свое время право достаточно активно изучал. Как известно, новая редакция КОАПа была внесена в Госдуму еще в конце прошлого года. Огромное количество людей трудились над ним, последние новости заключались в том, что то, что там напридумывали на реализацию всего этого денег у государства нет. Так что пока вот еще неизвестно, будет у нас новый КОАП или не будет, но все-таки многие убеждены, что новый данный документ нам нужен, потому что 15 лет прошло, да, со времен принятия действующего КОАПа. Разделяете эту точку зрения? Полтора десятка лет это уже тот срок, по истечении которого надо совершенствовать этот КОАП. Ну, тут, скажем так, отчасти. Я знаю массу примеров, когда действуют и успешно применяются нормы, созданные даже не стоя, не двести, не триста лет назад. Но не в России. Современная история России отсчитывается до 1991 года. Мы находимся все-таки на достаточно ранних этапах развития государственности. Может быть, может быть, подобного рода изменения и оправданы как-то. Во всяком случае, достаточно яркий пример, это относительно свежие поправки, которые были внесены в Гражданский кодекс Российской Федерации. Достаточно длительное время, с 1994 года до 2013, ну, 2012 года, ГК являлся одним из немногих законов, который практически не реформировался. В то же время сейчас в него внесено большое очень количество поправок. Введены целые новые институты, новый инструментарий для любого гражданина, прямо либо косвенно участвующего в рыночных отношениях, а это все мы с вами, которые объективно необходимы. И мои коллеги, юристы, занимающиеся именно гражданским правом, приветствуют подобного рода изменения законодательства. Надеюсь, что и в отношении кодекса об административном производстве виноватых кодекса об административных правопрошениях поправки тоже будут те, которые объективно нужны. Но я, к сожалению, не ознакомился со всей этой редакцией, потому что большой достаточно документ отрывками. У меня сложилось ощущение, что ужесточение с обцелом происходит. Но подобного рода тенденция прослеживается достаточно давно. Давайте я предлагаю пробежаться по основным пунктам. Во-первых, это увеличение до одного года минимального срока давности для привлечения к административной ответственности. Сейчас у нас сколько? Два листа? Нет, я с вами не согласен. По огромному количеству составов уже в настоящий минус срок давности и составляет один год. Один год уже. По самым легким составов нарушениям, ну вы как водитель, наверное, рассуждение... Да, штрафы ГИБДД, да. Сколько у них срок давности? Два месяца. Два месяца, вот и поэтому да, я развлечу. Просто нарушение правил дорожного движения не относится к достаточно тяжким административным проступкам. Существует же масса статей, масса норм. Нарушение правил антимонопольного законодательства, нарушение правил торговли, правил перемещения товаров через таможенную границу, налоговые составы. То есть везде там как раз сроки давности годичные. То есть здесь, на мой взгляд, законодатель, конечно, предусматривает и некоторую лазейку для себя с тем, чтобы работать в более щадящем режиме. Потому что два месяца это достаточно краткий срок. Очень часто привыкшие работать очень спокойно и не торопясь шестеренки государственного механизма просто не успевают перемолоть конкретного человека. Ну, здесь... Красиво сказать. Перемолоть конкретного человека. К сожалению, очень часто бывает, что этот эпитет является единственным верным. Вот. Думаю, что в настоящий момент ужесточение такое прослеживается везде, и начиная с норм Уголовного кодекса. Последние, во всяком случае, громкие судебные процессы, идущие в Российскую Федерацию, позволяют мне лично это предположить. То же самое касается и административного права. Введение состязательности судебного процесса по административным делам. Ну, на мой взгляд, состязаться с судом... Читал много отзывов специалистов, положительно рассказывал. Я критично отношусь к подобным родам вещам. У нас и в Уголовном кодексе написана состязательность, независимость, беспристрастность. Состязаться все-таки с государством, а суди у нас государственные, служащие, достаточно проблематично. Ну, давайте поясним, состязательность, то есть это вот нарушил что-то, да, накосячил, что называется, грозит штраф. И суд. Виноват, не виноват, да? Я боюсь наговорить много лишнего, чтобы вашу программу не закрыли, но тем не менее, на мой взгляд, все-таки, все это достаточно гладко написано в кодексах, в законах. У нас декларируется презумпция, невиновность, у нас эта норма записана в Конституции Российской Федерации, в Уголовном кодексе, в кодексе об административных правонарушениях, это где угодно. В то же время, вот тот самый пресловутый обвинительный уклон, он никуда не делся, никуда не делся. И даже если прокуратура, либо государственный чиновник не может что-то доказать, ему всегда, как правило, начинает помогать сам суд. Вот это прискорбно, я думаю, что мы в подобного рода практику и живем, но не скоро. Ну, еще один пункт, и пойдем на рекламу, это взыскание штрафа автоматически, заработные платы или иного источника дохода. А еще скидка 50% при добровольной оплате штрафа в течение 20 дней, ну, в частности, нарушение ПДД, действия у нас сперва. Как это оценивается? Автоматическое взыскание. В части автоматического взыскания нет такого понятия автоматическое взыскание. В любом случае у нас есть федеральный закон об исполнительном производстве, о том, что взыскание проводит служба судебных приставов, обязаны приставы извещать должника о возбуждении в отношении его исполнительного производства. И в случае своего несогласия должник, гражданин, в отношении которого вынесен какой-то судебный акт, либо исполнительный документ постановления, например, ГИБДД, может этот акт оспорить в том же суде. Зачастую это удается. Напомню, что это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, и мы продолжим. Продолжается особое мнение. Напомню, что сегодня это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Давайте поговорим о важных городских делах. Ну, что у нас важнее этой весной, чем дороги? Давненько таких позорных дорог в Кирове не было. Опять-таки, цитирую вас. Писал-писал. Да. У меня основной вопрос. Вы знаете, безусловно, про всевозможные общественные акции. За качественные дороги сход у нас состоялся с третьего апреля. В прошлое воскресенье активисты фиксировали, ездили эти ямы, собираются разослать, или, вернее, уже разослали во всевозможные контролирующие органы свои заявления, информацию. На Ваш взгляд, какая позиция общественного? Способна изменить ситуацию с дорогами? Да, безусловно. Просто если граждане не будут возмущаться, не будут собираться на встречи, сходки, митинги, пикеты, не будут писать в соцсетях об имеющихся проблемах, наши власти будут считать, что все хорошо. Хорошо. Соответственно, любое мало-мальски, нетрудное, какое угодно движение обыкновенного гражданина способно переломить ситуацию. Не сразу, постепенно, но способно. Собрались люди на пикет, провели митинг. Понятно, что на следующий день колонны автотранспорта и спецтехники не бросились ремонтировать эти же дороги, но наши власти получили, на мой взгляд, достаточно понятный, явный сигнал о том, что граждане возмущены, граждане не хотят, граждане не могут терпеть. Соответственно, ремонты начинаются. Кстати, про Омск. Историю знаете, да, Витя? Напомню. Первый вопрос был на прямой линии президента, которая прошла 14 апреля, про Омские дороги, и якобы там на следующий день буквально начали активно ремонтировать. Я читал на сайте «Новая газета» о том, что, к сожалению, но по мнению журналистов, прямые встречи и пресс-конференции президента с народом являются единственным действенным инструментом современной России. Не во всем разделяю это мнение, но по примеру Омска готов согласиться. Очень действенное. Вот та самая резолюция, которая была принята у нас по итогам схода за качественной дороги, в Вашей точке зрения, отмена транспортного налога требует активиста. Вы его платите тоже. Я его плачу и буду платить. Ну, давайте так. Не согласен, считаю, что подобного рода решение, предложение является неверным. За чей счет, кроме как за счет автомобилистов, эти дороги и будут строиться, и будут ремонтироваться? Я бы ставил вопрос, наверное, о другом. Насколько эффективно эти деньги тратятся? Расходы в них тратятся? Конечно. Насколько в соответствии с ГОСТами проводятся ремонты? Насколько правильно выбирается время? Вот когда у нас начал сходить снег, я, будучи жителем, с одной стороны, городским, в то же время проживающим за пределами основной исторической части города, сам столкнулся и на протяжении последних полутора месяцев регулярно в два раза в день езжу по Старо-Московскому тракту мимо торгового центра метра за поселок Садоковский, Костино и так далее. Дорога, безусловно, ужасная, безусловно, пробки, но в то же время требует, чтобы в марте месяце в лужи, в воду начали срочно укладывать новый асфальт. Мне бы, наверное, хотелось ездить по ровной, гладкой дороге, как зеркало, но в то же время я понимаю, что если в марте в лужу накидать асфальт, его хватит на две недели. В общем, против отмену транспортного налога? Я считаю, что это слишком эмоциональное решение. А доводы? Может быть, даже популистские где-то... Доводы, которые часто звучат. Мы же акции сплатим. Мы акции сплатим. Бензин, дизельное топливо, и этого должно хватить? Кто считал, должно ли хватить? Я очень часто езжу за пределами Российской Федерации, задаю подобного рода вопросы, и действительно, многие мои друзья-знакомые удивляются о том, что, оказывается, в Российской Федерации люди платят транспортный налог. Как так? За что? Это же, вроде, моя машина, я ее купил, какие налоги? Но, с другой стороны, ну, вот это вот, это российское право, вот это российский закон. В той же Прибалтике не платят налог на имущество, у нас он взимается, владельческий налог. В странах Западной Европы есть налоги на владение автотранспортом. То есть, в каждой стране законодатель сам выбирает, каким образом с гражданина получать деньги. Желкость на дорогах. Вот да, иных, к сожалению, государств, источников существования и осуществления программ общественно значимых, кроме как изъятия каких-то денег у граждан, у фирм, которые в их юрисдикции находятся, просто не существует. Вопрос только один. Мало собрать, надо грамотно, качественно потратить, с тем, чтобы не каждый год латать дороги. Вот примитивно к дорогам, до эфира мы с вами общались, я приводил пример, например, как строятся дороги в Москве и почему в Кировской области дороги достаточно в нехорошем состоянии. Вот сами дорожники говорят о том, что, ребята, ну гораздо легче при уровне современной техники построить дорогу новую. Для того, чтобы старая дорога вдруг получила новую жизнь, необходимо просто ее закрыть на срок от трех месяцев до полугода. Сломать и выкопав соответствующие котлованы, фундаменты, траншеи с помощью дренажей, бетонирования, армирования, укладки огромного количества строительных материалов, провести подготовку почвы и уже сверху тонким слоем мазнуть асфальтом. Насколько это возможно? Я думаю о том, что если перекрыть любую трассу, которая у нас в единичном экземпляре существует, от Кирова до Мутнинска, от Кирова до Уржума, в сторону Русского, да какое угодно, как люди будут добираться? Конечно, речь идет о том, что нужно, наверное, планировать расширение существующей сети автодорог с тем, чтобы иметь возможность в любой момент перекрыть какую-то одну, закрыть ее на капитальный ремонт, не сосредотачиваться исключительно на том, чтобы из года в год латать асфальтное покрытие на одной и той же до нельзя изношенной трассе. Интересное предложение. Вот, кстати, это резолюция, там всего 15 пунктов, 15 требований на сайте обратной связи, портале обратной связи Вместе Киров набрала уже почти 1100 голосов из 5000 необходимых правительства области. Вместе, ранее заявлялось, что не обязательно набирать 5000 голосов, там 1000, 2000, тогда уже чиновники обратят внимание на проблему, верите в перспективность? Я думаю, что наши чиновники уже обратили внимание на проблему с дорогами, которые есть, причем, если за последнее, ну дай бог память, ну не побоюсь, лет, наверное, 10 подобного рода безобразных дорог по весне не было, то если обратиться к 90-м годам, так у нас еще и хуже ситуация была. На мой взгляд, просто здесь нужно определиться с методом решения той проблемы, которая есть. Нужно просто расширять сеть автомобильных дорог на территории области строить, шире новые дороги, с тем, чтобы совершенно спокойно иметь возможность поддерживать их в человеческом состоянии. И вот еще про тот же сайт ВИСТ Киров хочу сказать. Наконец-то, наконец-то можно сказать, инициатива набрала необходимое количество голосов для того, чтобы быть рассмотрены городскими чиновниками. Совсем недавно общественный палат в Кировской области секретарь Дмитрий Курдемов договорился с главой города Владимиром Быковым о том, чтобы количество голосов было снижено в 10 раз с 5000 до 500. И вот инициатива, та самая первая, которая набрала эти полтысячи голосов, она касается того, чтобы провести общественное слушание по вопросу установки колесообозрения на театральной площади. По поводу установки, вы свое мнение уже высказывали в нашем эфире, да? Давайте еще раз выскажу. Пожалуйста. И по поводу того, что все-таки необходимое количество голосов набрано, и что дальше-то как? На мой взгляд, при всем уважении к господину Курдемову, подобного рода предложение просто фикцию. Почему? Что такое публичное слушание? Вы имеете в виду снижение количества голосов? Ну хорошо. Ну соберутся депутаты, обсудят. Мне почему-то кажется, что я знаю, какое решение не примут, и рискну предположить, что результаты публичных слушаний никакого влияния на итоговое решение не окажут. Почему? Современное законодательство у градостроительной деятельности, вводя институт публичных слушаний, придает, на мой взгляд, подобного рода институту, несколько декоративные черты. Почему? Публичные слушания не являются, ну давайте так, положительное заключение публичных слушаний, не являются абсолютно и безусловно необходимым для принятия решения, о каком-либо строительстве. Даже если по результатам этих публичных слушаний огромное большинство людей, которые реально придут в это помещение, в этот зал, где эти публичные слушания будут проводиться. На театральном, можно сказать. Да, и примут решение о том, что они против, они не хотят, они считают ненужным. Ненужным преодолеть подобного рода нежелание будет возможно с помощью заключения градостроительного совета, например, который является все-таки административным органом. Это же не референдум. Это не плебисцит какой-то. Я бы мог понять, например, если бы граждане или депутаты пытались ввести какую-то поправку о том, что любая инициатива, набравшая более 500 подписей, должна выноситься на общегородской референдум, решение, которое является обязательным для нашего депутата, для администрации города. Или, может быть, авторы этой инициативы должны были просить не проведение публичных слушаний, а именно проведение референдума? Может быть, может быть. Нужно адресоваться этим вопросом непосредственно к авторам. Поэтому я очень скептически отношусь к подобного рода предложению. Считаю, что все-таки это некоторый декор, который никоим образом не помешает администрации города принимать какие-либо административные решения, напираясь на свое введение проблематики вопроса. А вы читали, да? Я отправлял эту ссылочку о том, какой ответ глава города дал на письмо Кировской ячейки сути времени. Объяснится, что называется, по поводу установки колеса обозрения на театральной площади. Глава города ответил, что данный объект гармонично впишется, цитируя в пространство. Дирекционные полномочия администрации города Кирова, к сожалению, в настоящий момент могут быть преодолены исключительно голосованием депутатов Кировской городской думы, причем большинством голосов. А я думаю, что здесь подобного рода результата ожидать не приходится. Вот так мы исчерпали наше время, завершается особое мнение. Благодарю гостя студии Юрий Иванович Батарев. Всего доброго. До свидания. До свидания.